Доброе утро, дорогие друзья! Город Новороссийск вас приветствует! Мы с вами одна церковь в разных регионах. И сегодня хочется прочитать один текст из Евангелия от Матфея, 24 глава, довольно-таки большой отрывок, я прочитаю с первого стиха. И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Илеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не престил вас. Ибо многие придут под имени Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, его надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут клады, моры и землетрясения по местам, все же это начало болезней. Тогда придут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие уже пророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевших же до конца спасется. Аминь. Вы знаете, друзья, вот этот текст, эти слова пророческие Иисуса Христа, они всегда наводят на такие противоречивые мысли, чувства. Мы понимаем, что здесь он говорит о последнем времени. Мы понимаем, что здесь ученики спрашивают о каких-то, что ли, событиях, которые будут предшествовать вот второму пришествию Христа и кончине века, когда все это закончится. И сейчас, наблюдая за тем, что происходит в мире, мы видим, что начинаются какие-то, что ли, очертания того, о чем Христос предупреждал своих учеников. Мы видим о том, что происходят какие-то военные слухи, войны, военные действия какие-то. Это происходит сейчас повсеместно в мире. Он говорит, что это начало болезней. То есть будут какие-то болезни, будет начало только этих болезней. Сейчас вот в разгар пандемии по всему миру, это как бы только начало. Будет, возможно, еще хуже. Он говорит о том, что будут предавать, будут гнать, будут убивать верующих людей, будут на них гонения. И мы начинаем постепенно уже испытывать это на себе. И главное, он говорит о том, что будет увеличиваться беззаконие. И по этой причине во многих верующих охладеет любовь. Что это такое, друзья? На мой взгляд, беззаконие, оно всегда проявляется в том, что стираются всякие нормы, какие-то границы нравственности, моральной чистоты людей. Люди будут делать то непотребное, к чему вообще противится Бог. Что люди будут делать какие-то непотребные вещи, которые сегодня кажутся аморальными, то в это время последнее они будут естественными. И он говорит, когда это будет увеличиваться, увеличиваться беззаконие, то во многих верующих охладеет любовь. Дорогие друзья, это для нас такой, знаете, большой вызов, что ли, как для верующих, что претерпевший до конца, конечно же, спасется. Мы с вами вытерпим, потому что спасение, оно достигается не делами какого-то закона. Мы получаем его по вере, но это не значит, что мы не должны ничего делать. И поэтому, друзья, вот эта разница между тем, кто любит и не любит, она будет явно видна. И наша ответственность сегодня, наш вызов, Христос говорит нам, чтобы мы с вами не охлаждались в любви, чтобы наша любовь никогда не остыла, особенно любовь друг к другу. Это будет четко и ясно видно, когда любовь будет охлаждаться, когда любовь будет остывать. Друзья, я призываю вас сегодня тоже подумать об этом в этот день, чтобы в последнее время любовь Божья, она горела в наших сердцах и проявлялась на этот мир и на друг друга, и никогда не остывала. Я благословляю вас, всем хорошего дня. Аминь. Продолжение следует...